Расследование этого жестокого убийства нашего коллеги Арсена Гаджибекова, руководившего одним из следственных отделов Махачкалы, стало для следователя Следственного комитета делом чести. Дело в том, что у Гаджибекова в производстве было уголовное дело о должностных преступлениях сотрудников администрации Махачкалы, которую, как известно, и возглавлял бывший мэр Махачкалы Саид Амиров. Так вот, будучи недовольным активными следственными действиями Гаджибекова, Амиров заказал его убийство банде, лидером которой являлся помощник прокурора города Кизляра Магомед Абдулгалимов. И вот, разбираясь в обстоятельствах и мотивах этого дерзкого убийства, следователи поняли, что совершено-то оно бандой, а заказчиком является именно Амиров. Для достижения своих целей бывший мэр Махачкалы вообще не гнушался никакими средствами. Ну, например, для того, чтобы избавиться от главы регионального пенсионного фонда, вместе со своим племянником, бывшим заместителем мэра Каспийского Исупом Джапаровым, они вообще приобрели ПЗРК и собирались сбить из него гражданский самолет, на борту которого и должен был находиться его политический противник. По этому эпизоду, кстати, уже все понесли заслуженное наказание. А в другом случае, чтобы диктовать мэру Каспийского условия, выгодное Амирову, обвиняемые организовали теракт в торговом центре Москва в этом же городе. Тогда, кстати, был причинен ущерб только самому зданию, и по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Вот та дерзость и жестокость, которую Амиров и его сподручные устраняли и запугивали своих конкурентов или просто неугодных людей, свидетельствует о том, что они вообще были абсолютно уверены в своей безнаказанности. И вот даже такой эпизод при задержании следователями центрального аппарата Следственного комитета Амиров вначале вообще не поверил, что его кто-то посмеет тронуть. И вот после того, когда семеро участников этой банды и их высокопоставленный заказчик были арестованы, их адвокаты пытались добиться выделения уголовных дел в отдельные производства, ну, видимо, рассчитывая, во-первых, на суд присяжных, но, естественно, на более мягкие приговоры. Однако следствие доказало, раз уж они все вместе совершали такие дерзкие и жестокие преступления против личности, общественной безопасности, государственной власти и правосудия, то и отвечать им придется всем вместе. Ну и приговор должен быть, наверное, соответствующим. Субтитры создавал DimaTorzok